Тема белорусско-российских отношений традиционно в поле зрения СМИ. Все в ожидании вашей возможной встречи с российским коллегой, которая была анонсирована еще в конце прошлого года. К тому же субботние переговоры с Помпео также придали некоторые нервозности уже некоторым нашим коллегам по соседству. Опять старая песня, мол, Беларусь разворачивается. Так куда же все-таки сегодня смотрит Беларусь? И что по поводу вашей возможной встречи с президентом России? Планируется ли она в ближайшее время? Ну, по поводу того, куда мы смотрим. Если россиян, кого-то из россиян это волнует, то они пусть посмотрят на своего двуглавого орла. Они смотрят и туда, и сюда. Так же? Ну, а мы в центре, поэтому мы смотрим вокруг. И мы не Россия. Это медведь, огромная страна. Ей можно смотреть на восток и на запад, и больше никуда. А мы если только что-то прозеваем, то нам и нашему орлу и голову открутят, и похоронят. Поэтому мы вокруг все это смотрим, мониторим и живем своим умом. А мы что просим сейчас от россиян? Они там в позу встали и нас на колени пытаются поставить. Если вы не можете в Евразийском Союзе беспошлино нам поставить нефть, налоговым маневром заменили, дурашков нашли, продайте нам по мировым ценам. Нет, по мировым не продадим. Вот сегодня 55 долларов, например, стоит баррель нефти, бочка нефти. Вы нам доплатите еще 12 долларов на тонне. За что? А это премия нашим компаниям за то, что мы вам поставим. А как вы в Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премий. Так разве может так старший брат относиться к самому близкому народу? Но надо сказать, что вот я вчера отслеживал заявление в СМИ россиян, уже появились среди ученых. Умные люди говорят, ну нельзя так с белорусами себя вести. Там эта пропаганда идет на всех каналах, гвал там кричат. Но появились здравые голоса. Нельзя с белорусами так разговаривать. Притом мы же не просим у них никаких денег. Мы уже и кредиты им заплатили за прошлый год, не перекредитовывались. А если говорить по кредитам, то американцы им платят полтора за то, что они там валюту держат. А мы им платим от 4 до 6 процентов. Счастье нам подарили, миллиард долларов ежегодно мы России платим. Они удачно разместили свои деньги. Ну и сейчас не просим у них. Ни кредитов, ничего. Давайте будем сотрудничать. Нет, не хочется. Хочется вот, понимаете, по-византийски вот так вот это по голове ударить и наклонить. Зачем это нужно? Разберитесь сами. Поэтому, скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, я об этом им буду говорить открыто. Некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения. Мы были, извините за нескромность, архитекторами этих отношений. Нам ли ломать их на исходе нашей политической карьеры? Мы же не вечные. Что мы оставим после себя? Вот вопрос в чем. Мы хотим самых теплых, добрых, дружеских отношений с нашим братским народом. Но если вы нас пообещали за 5 лет, когда Белтрансгаз купили, вывезти на внутрироссийские цены, но так вы выводите, зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли. Ну, они забыли, а мы нет. Мы хотим просто честных, чистых, прозрачных отношений. Не хотите? Пусть скажут нам об этом. И не кричат, ах, Помпео приехал, завтра Трамп приедет. Что они будут делать? Мы независимая, суверенная страна. Мы определяем, какую проводить внешнюю политику. Или мы этим навредили? России нет. Поэтому мы готовы сотрудничать. Но это должно быть честно, прозрачно и искренне. Не просим ничего дополнительного к тому, как они работают на Западе. Сегодня 127 долларов за 1000 кубов газа предложили. Спотовые цены в Европе до 100 долларов газ стоят. Мы же тоже видим, что в мире происходит, и считать умеем. Поэтому не надо кричать, что вы нас кормите. Кто кого кормит, показывает товарооборот. У нас сегодня отрицательная сальдо во внешней торговле с Россией. 9 миллиардов долларов. То есть они у нас продают больше на 9 миллиардов, чем покупают. Но ты кто кого кормит? Специалисты это понимают. А идет пропаганда, вот начинают уже россиян настраивать против батьки Лукашенко и против Беларуси. Зачем это им надо? Ну, ушли те времена, когда кричали, что Лукашенко схватит шапку Мономаха. Поэтому не надо бояться, надо налаживать отношения. И нам надо передать новому поколению то, что мы сделали. И при том передать в таком достойном виде. Продолжение следует...